И закрывать ранние при Лиме будет бой, который пройдет в весовой категории до 70 килограмм. В синий угол клетки приглашается Жураев Абдулажон. Черный алист в хребте висаешься, прячет сердце свое горячее. Ну у нас тут взрывается зал аплодисментами. Абдулажон Жураев, боец из команды Бирстим, Таджикистан представляет. 21 год, ему 177 центров роста, это легкий вес, 70 килограмм. И для него это будет профессиональный дебют. Ну впрочем, как и для его соперника. Совместный турнир великороссий Бирстим дает шанс многим молодым бойцам проявить себя, выступить на профессиональной арене, заявить о себе. И каждый из них готов воспользоваться шансом. Субтитры создавал DimaTorzok Жураев Абдулажон, Таджикистан. А в каждом углу крепкий приглашается его соперник, представляющий Россию. Встречайте, Станислав Пиреев! Абдулажон, Таджикистан. Станислав Пиреев из прославленной команды ТОСНОМ ММА, сопровождаемый главным тренером этого клуба, Анаром Гусейновым, заходит к Кахтагону. Да, до него это будет профессиональный дебют, ему всего 19 лет. Но, насколько мы знаем, то основные мои очень серьезные бойцы, показывающие очень зрелищные поединки. Даже столь юные спортсмены, как Станислав, которым даже и 20 лет нет, уже не раз заявляли о себе на различных турнирах в Санкт-Петербурге. Алексей Касаткин осматривает амуницию бойца. Выпусти его на Стагон. Станислав Пиреев в России! Ваши дамы и господа, представляем вашему вниманию бой, который пройдет весовой категории до 70 кг и закрывает ранее приемы. Вашему вниманию бойцы этого поединка в синем углу клетки. Ему 21 год, его рост 177 сантиметров. Сегодня состоится его профессиональный дебют. Представляет Таджикистан клуб МСИ. Встречайте! Желаем! Аплажом! Его соперник в красном углу клетки. Ему 19 лет, его рост 178 сантиметров. Сегодня состоится его профессиональный дебют. Представляет клуб ТОСНА ММА, представляющий Россию. Встречайте! Станислав Пиреев! Ну что ж, будет жарко, дорогие друзья. Тут видно, что парни заряжены на хороший бой. Оба хотят одержать победу в первом же дебюте для Сашвилинки. Но Олегу Кучеренко доверена честь рассудить этот бой. Итак, Станислав Пиреев против Обложена Жураева. Сразу же Боя Сашвилинкистан бросается вперед, но попадает на проход в ноги. Переводит его Станислав в партер. Начинает контролировать. Пытается из гарда работать сейчас. Но Обложен ищет возможности для гильотины, насколько я вижу. Шея Станислава была зажата. Вырвался он сейчас. Пытается, пытается растянуть своего оппонента Обложен. Не дать ему спокойно работать. Динамичная борьба сейчас за положение у нас идет. Пытаются улучшить свою позицию один-другой. Вот удается бойцу Тос на ММА проскочить. Но чем пользуется? Пользуется, пользуется Жураев. Здорово, свип сделал. В Калгарде находится. Перев пытается его подвязать. Еще один свип. Как-то очень легко бойцы отдают эту позицию сверху. Со спины чувствуют себя явно оба увереннее. Удар по корпусу. Еще один удар. Ну что ж. Пытается перейти в атаку Станислав. Но очень хорошо ногами его контролирует. Сейчас увидим Обложен. Не дает ему никакого баланса. Никакой точки опоры. Постоянно растягивает его ногами. Постоянно. Находится в движении. Была попытка свипа, но не получилось. Еще один удар от Станислава. Станислава. Обложенный бунон жрут, конечно, повнимательнее. Потому что раз за разом он прилетает. Нужно подвязать своего оппонента. Постараться его перевернуть. Ну или дождаться, пока рейфери поднимет стойку. Еще один мощный удар. Перев обрушивает у своего оппонента. Но контрразвитие эти события не получают. Наблюдая за всем этим рефери, идет активная борьба, но без каких-либо опасных атакующих действий. Между тем, прошло уже 3,5 минуты у нас. Ну и вот пошел в атаку Станислав. Нанес серию ударов. Жураеву желательно, конечно, бы не залеживаться. Потому что раз за разом тяжелые удары Станислава достигают своей цели. В угол поджимает своего оппонента сейчас Перев. Хороший контроль с его стороны. Но для победы, конечно, нужно больше активных действий. Последние 20 секунд первого раунда. Ну так вот с одного прохода в ноги в самом начале поединок у нас переместился в партер. И, собственно, в нем же и прошел все отведенное время. Первый бой сегодняшнего турнира, который продлился, по крайней мере, одну пятиминутку полную. Посмотрим, какие коррективы внесут секунданты в перерыве. Великорос представляет уникальный кожаный ремень Сталинградский. На внешней стороне ремня методом горячего теснения выдавлены строки «Вставай, сторона огромная, вставай на смертный бой». А на внутренней – слова военной песни «Катюша». Удобная, современная автоматическая бляха обеспечит абсолютный комфорт и долгий срок службы. Ремень упакован в оригинальную подарочную коробку в виде противотанковой мины времен Великой Отечественной войны. Этот ремень – настоящий гимн комфорту, качеству и патриотизма. Итак, посмотрим, поменяется ли что-то во втором раунде. Какие выводы были сделаны, какие советы были услышаны. Второй раунд. Поддержу бойцов. Итак, Станислав Кирев против Блажона Жураева, который бросается вперед. Хочет завладеть инициативой с самого начала. И сейчас уже он переводит своего оппонента в партер. Пытается пройти в маунт. Но голова его зажата в захвате. Вырывается. Перебирается в маунт. Пытался за счет сейчас в сетке Станислав перевырваться. Блажон начинает добивать своего оппонента. Заберет спину, возможно. Хорошо подвязал. Тут треугольник, в принципе, можно придумать. Но удается, удается Перебову эту атаку все-таки нейтрализовать. Снова он работает сверху. Видели мы это уже в первом раунде. Хороший удар по корпусу. Жураев старается не залеживаться. Старается работать. Но мне кажется, тут ему надо выбрать какую-то одну тактику. Либо намертво завязать своего оппонента, чтобы судья уже поднял. Либо стараться свипануть. Он пока просто старается отбиваться, старается нанесить удары. Но при этом какие-то болевые удуша еще не придумывает. Переб тем временем еще один удар сверху наносит. Получает несколько в ответ снизу. Более тревожащих ударов. Ну и вот, собственно, да. Вынужден уже вмешаться Олег Кучеренко. Поднимает он бойцов в стойку. Пытался сразу с ударами бросить вперед боец космоса ММА. Чуть не нарвался на ответку. Фронткик. Жураев начинает его прессинговать. Зарядился он на бой. Еще один перевод в партер. Это вложено Жураева. Снова маунт. Пытается под ним провернуться. Станислав не выпускает его из этой позиции боец команды Бирстим. И все-таки, 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 все-таки этом силовым свипом Станислав переворачивает своего оппонента. Тут же начинает, он должен искать возможности для удушающего приема. Захват сорван. Ну, видно, что еще парни молодые. Конечно, техника сильно сыровата. Но при этом нет каши в желании биться в бойцовском духе. В том, что они придумывают что-то. Пытаются найти ключи к своему оппоненту. А каши просто банально не хватает опыта и техники. Но это дело наживное. Чем больше боев будет на подобных турнирах, тем быстрее они спрогрессируют. Картинка, как и с первого раунда, мы с вами наблюдаем. Сверху Станислав Перев работает, он из гарда вложенного Жураева, но без особого развития событий. Судям тяжеловато будет такое оценить, потому что вроде есть некий контроль. Но такого-то доминирования активности, чего-то, что заслуживает оценок, вроде и не видно. Хороший удар в область печени. С одновременной попыткой пройти гард своего оппонента. По затылку нельзя бить, это надо обращать внимание рефери. Остается у нас 20 секунд до конца второго раунда. Пытался лодком зарядить сейчас Станислав в лицо своему оппоненту. И второй раунд у нас также завершен. Перерыв. События перемещаются в третью пятиминутку. Продолжение следует... 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 Пытался, пытался сейчас скрутиться, обложил. Полторы минуты остается. И все пока тут, скажем так, прямо непонятно. Потому что что один, что второй стараются, много сделали для победы. Мне кажется, не легко будет судим этот бой рассудить. Идет последний мин удар. Остается 30 секунд до конца этого боя. Бой очень напряженный, бой с равными шансами. Бой очень упорный. Оба, конечно, страшно устали, страшно вымотались. Зрители неистово поддерживают обоих спортсменов. И кому достанется победа, кто практически непонятно. Хотя так, суммарно, конечно, больше по времени работал сверху в доминирующем положении. Вроде как был Стас в трех раундах. Но при этом, когда таковал Жураев, он делал это более расчетливо, более технично, более яростно. И он был ближе к победе именно по возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok